Пекин выиграл семилетний торговый спор с Евросоюзом. ВТО признало нарушением антидемпинговую пошлину ЕС на импорт китайских крепежных изделий. Министерство коммерции КНР приветствует решение организации. По словам представителя ведомства Чэньфули, оно защищает интересы китайских предприятий и поддерживает развитие международной торговли на условиях справедливой конкуренции. «Наша победа показала готовность китайского правительства защищать законные права страны в рамках Всемирной торговой организации. Это дело поможет лучше ориентироваться в терминологии и правилах ВТО другим китайским компаниям, в отношении которых ЕС применяет антидемпинговые меры. Надеюсь, что постановление вступит в силу в ближайшее время. Мы продолжим оказывать помощь нашим предприятиям в защите их интересов, руководствуясь нормами международной организации». Напомню, Евросоюз ввел антидемпинговую поршину в отношении ряда китайских компаний по производству крепежных изделий 31 января 2009 года. Сбор установили на уровне 85% сроком на 5 лет. По данным китайских представителей ВТО, это нарушение затронуло более 1700 предприятий. Из-за антидемпинговых мер доля страны на рынке крепежа ЕС упала с 26% в 2008 году до 0,5% в 2014. Жалобу в ВТО китайское правительство подало 31 июля 2009 года. Продолжение следует...